привет из беларуси занесла последние бегонии уже 20 числа сентября сентябрь очень холодный как наверное у всех с первых чисел холодно идут дожди с утра был дождь потом солнце теперь опять дождь но это бегонии такие у меня старенькие большой был клубень его на две части поделила поэтому даже не боюсь если попадет под заморозки клубень все равно останется но жалею забрала теперь все будут уже в тепле хотя теплица конечно не держит без отопления даже такая вот у меня шестерка поликарбонат она сама по себе теплица не держит тепло она только удерживает то тепло которое есть то есть если достаточно нагрелась допустим почва вот все предметы растения то какое-то время поликарбонат удержит это тепло но сам по себе поликарбонат без света не дает никакого тепла поэтому ночами здесь я думаю не очень конечно тепло но ночами у нас еще 8 9 11 градусов то есть вполне нормально ну а днем здесь конечно хорошо тепло можно раздеться можно поработать у меня есть несколько таких дел ну как у всех до цветоводов что какие-то такие мелкие то ученики надо посадить то вспомни что что-то там не запасла каких-то растений на зиму чтобы оставить маточников вот этим пока занимаюсь вот дожди идут да мокро на саду работать как-то не хочется холодно мокро не люблю я такую погоду в теплице как раз таки время заняться всякими мелочами в этом году впервые у меня была беликония бегония мне прислала подписчица в подарок ну и что-то я не очень поняла ее красоты ну вот одно растение то я оставил такой черенок ранний он уже такой вот неплохой но честно говоря она у меня не очень получилось весной мне некогда было следить за ее красотой было много растений на руках когда тысячи растений то не сильно обращаешь внимание на всех но поставила вот еще один сорт на укоренение я поставила вместе с иконей 25 августа сегодня у нас 20 сентября и беликония уже укоренилась она укореняется быстро укореняется хорошо и как видите хотя все бутоны были удалены при черенковании ну вот уже вылезли хотя когда и она у меня сидела в подвесных таких кашпона три с половиной литров то особого рвения к цветению я от нее так и не дождалась как-то она у меня вытянулась одно растение вообще пропало в общем что-то я не поняла ее я ее не поняла на меня попробую еще на будущий год но хочу так сказать что для продажи такие капризные растения не очень годятся у меня есть шардоне которые тоже относят к беликонии ну шардоне конечно мне нравится больше она у меня отлично она у меня уже зимовала то есть мне тоже подарили в прошлом году и она у меня зимовала и цвела прекрасно в доме длинные такие плети выпустила в общем и черенковица на тоже хорошо замечательно так что вот шардоне мне понравилось а вот вот эти вот беликони такие настоящие я еще их не очень так сказать знаю но попробую попробую что получится если не получится уже и на будущий сезон то скорее всего расстанусь потому что в мире очень много растений которые будут расти и формироваться сами а вот беликони в этом отношении для меня растения довольно капризная но укореняю я вам показывала все в перлите при помощи конечно укоренителей но вот в таких вот ложках не накрывая но об этом вы обо всем можете посмотреть на канале моя покупательница постоянная я у нее как-то была с визитом да мы я и подарила черенки коллизии зеленые она мне вот такой вот традисканции и это традискант таким мелким мелким белым цветочками цветет вот недавно это было и уже хороший такой кустик вот его заберу значит на зимовку в дом придется забирать еще тоже вот растение фуксия которые я никогда не выращивала не на продажу как-то себе выращивала было несколько у меня сортов коллекционных я выписала тоже таких вот больших красивых но белокрылка отбила мне весь интерес к этому растению ну а в этом году вот елена мне прислала в подарок вот этот сорт я сделал несколько черенков посадила в кашпо и даже продала их не помню там может четыре или пять штук у меня было и вот один черенок себе оставила вот такая красавица белая забираю на зиму вот такую дихондру вот такой серебристый водопад листьев но приготовила конечно этот маточник заранее уже больше как-то любителей цветов покупателей знаю что это такое конечно некоторые жалуются что растет медленно да дихондра действительно растет медленно вот это экземпляр который был посажен летом из весенних черенков ну сколько тут выросло около 80 сантиметров такие плети конечно когда мы передержим зиму обрежем посадим больший объем то в следующем году это растение будет более мощным но хочу заметить туда дихондра растет медленно для того чтобы не иметь материал следующей весной для черенкования приходится вот забирать такой вот маточник уже в прошлом году у меня зимовала дихондра так в общем-то я осталась довольна еще вот такую традисканцию тоже забираю она растет быстро укореняется легко очень быстро получаются красивые кашпо из нее такие небольшие и в общем-то надо оставлять потому что ну это последняя как бы тенденция цветовоз и традисканции становится все более популярной хочу показать вам еще одно растение эуфорбия я вам каждый год ее показываю рассказываю о всех ее достоинствах это действительно очень живучие растение это мой маточник который зимовал в прошлом году цветет не переставая в том числе зимой у меня в доме я конечно обычно черенкую забираю молодые растения но в этом году у меня есть вот такой вот ветка укоренилась там корешок есть ее посадила посмотрю примется так примется а нет по черенку и вот такое уже хорошее растение молодое можно было бы и забрать на маточник если примется то вот это забирать не буду хоть и жаль расставаться но слишком много да забирать и уже не молодой не хочется про эуфорбию хочу сказать что она вот я наверное буду уже пятый сезон ее выращивать она никогда ничем не болеет не видела на ней никаких вредителей она может расти на ярком ярком солнце это молочайное растение такое семейство молочайных при отламывали или обрезание выделяется белый такой сок из стебля очень неприхотливо если вы пересушите она устойчива к пересушке в общем то то есть ну практически как кактус понимаете и вот иметь такое растение я считаю что нужно обязательно она хорошо идет в композиции где-то вот как подбивка какая-то ну и само по себе тоже смотрите как хорошо да это не ампельная форма но для просто для горшков для того чтобы украсить какое-то место вполне подойдет еще много у меня интересных растений которые о которых вам можно рассказать так что заходите на канал смотрите видео если нравится подписывайтесь оставайтесь живы здоровы но у меня на сегодня все пора прощаться до свидания надеюсь до скорого